Возглавил сам Сергей Меликов, будет лично руководить Объединенным Штабом по дегазификации Дагестана. Об этом стало известно на неделе. Я лично возглавил Объединенный Оперативный Штаб по дегазификации, а также реализации проблемных вопросов энергетики в своей жилищно-коммунальной хозяйстве. Ковшом по бизнесу. Мэрия Махачкалы начала массовый снос незаконных пристроек возле кафе и торговых центров города. Снова ограничения. Рекордное число заболевших за сутки. Локдаун в районах. Дистанционка в школах. Коронавирус снова вносит коррективы в жизнь для дистанции. Это вообще новое направление нейрохирургии, которое для нас, для наших пациентов до сегодняшнего дня было недоступно. Не ковидом единым. Дагестанские нейрохирурги провели уникальную операцию. Подробности в итогах недели. Последние из выстоявших. В день снятия блокады Ленинграда волонтеры посетили участников тех трагичных и героических событий. Здравствуйте. Это итоги недели на ННТ в студии Махач Курбанов. Сергей Меликов лично возглавит Объединенный оперативный штаб по догазификации республики. Об этом глава региона заявил накануне в ходе встречи с журналистами республиканских СМИ. Пресс-подход состоялся сразу после совещания, на котором обсуждались итоги работы регионального штаба, который занимался этими вопросами. Проведенную работу в этом направлении Меликов назвал неудовлетворительной. Главная проблема, по его словам, это неясность в определении собственников и путаница в документации объектов газового хозяйства. Для оптимизации работы в данном направлении теперь определены конкретные задачи и ответственные за их реализацию чиновники. Сегодня решение такое. Я лично возглавил Объединенный оперативный штаб по догазификации, а также реализации проблемных вопросов энергетики в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Образованы две рабочие группы, одну из которых возглавит министр энергетики, другую министр строительства, соответственно, по решению вопросов догазификации и по решению вопросов реформирования ЖКХ. Курировать или заместителем руководителя оперативного штаба будет один из вице-премьеров, который курирует эту отрасль, в частности, это мажорец Мануэл Людвигович. Сегодня даны достаточно жесткие и весомые поручения руководителям муниципальных образований. Потому что исполнение тех задач, которые нам определил президент и которые мы сами перед собой поставили, они невозможны без устранения тех первопричин, находящихся в сфере деятельности муниципальных образований. Например, мы хотим, чтобы у нас до каждого дома был доведен газ. Хотим же, чтобы у нас с каждым домовладением газ был подведен. Но для того, чтобы он был подведен, этот газ должен знать, куда он должен идти. А когда у домовладения нет даже адреса, мы эту трубу куда поведем? Это тоже проблема, которая не один десяток лет существует в Дагестане. Значит, мы должны оформить домовладение. Для того, чтобы оформить домовладение, мы сегодня включаем систему упрощенки. Да мы настолько упрощаем вопрос оформления домовладения, что мы не только позволяем это делать бесплатно, но и берем на себя обязательство оформить документы в трехдневный срок. Вот чего еще не хватает? Что нужно еще сделать? Наверное, нужно кому-то из нас с вами или из чиновников поехать из-за этого гражданина самому оформить на этого гражданина домовладение. Хотя я знаю, что, например, большинство добропорядочных граждан, они готовы это сделать. Но существует определенная проблема на уровне муниципалитетов. Поэтому сегодня руководителям муниципальных образований были определены достаточно жесткие задачи, жесткие сроки. Для того, чтобы людям создали условия, после реализации которых они смогут получить газ. И в продолжение темы газификации. На неделе республику с рабочим визитом посетила представительная делегация «Газпрома». Обсудили не только вопросы до газификации. Так, 11 районов республики, до которых еще голубое топливо не дошло, должны быть подключены к газовому комплексу в ближайшее время. Об этом заявил Сергей Меликов по итогам переговоров с зампредседателем правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым. После обсуждения широкого спектра текущих вопросов, глава региона и представители компании ответили на вопросы журналистов. Я бы хотел сказать, что это во многом зависит не только от руководства республики, не только от руководства «Газпрома», но и от самих дагестанцев. От их дисциплинированности, от их вопросов, вернее от тех вопросов, которые сегодня перед нами стоят в плане подключения к газовому комплексу 11 районов, которые у нас сегодня не газифицированы. В этом отношении мы, конечно, рассчитываем на серьезную поддержку не только со стороны компаний, которые занимаются газом или топливно-энергетическим комплексом, но и тех структур, которые занимаются сегодня оформлением участков земли, без которых должно оформленных мы не сможем идти дальше. Безусловно, к муниципальным образованиям есть много вопросов и поручений, мы о них говорили на недавнем оперативном штабе и будем спектр этих поручений расширять. Чтобы мы могли, на самом деле, выйти на уровень тех субъектов Российской Федерации, которые сегодня являются передовыми, с тем, чтобы, исключив эти инфраструктурные ограничения, мы могли привлекать сюда инвесторов и жить уже той полноценной жизнью, которые давно дагестанцы достойны и к которой они, наверное, стремятся. Но стремиться и реализовывать это мы должны вместе. Мэрия Махачкалы на неделе начала комплекс мероприятий по высвобождению горских тротуаров от пристроек коммерческих объектов. Демонтаж лестниц и заборов начался от объектов общепита на Каркмасово и Иракского и продолжился торговыми центрами на проспекте Шамиля. Напомним, глава города Салман Дадаев неоднократно предупреждал бизнесменов о необходимости соблюдения строительных норм. Работа в этом направлении началась еще в 2020 году, сообщили в пресс-службе мэрии. Тогда многие владельцы коммерческих объектов сами убирали пристройки. Однако большинство предпринимателей с этим не торопились и теперь наблюдают работу тяжелой техники около своих магазинов и кафе. Прирост случаев заражения коронавирусом на этой неделе в Дагестане оказался рекордным. С начала пандемии за сутки 26 января диагноз лабораторно подтвердился у 391 человека. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Предыдущий максимум 342 случая заражения был зафиксирован 22 января. Количество школьников, переведенных на дистанционное обучение, выросло в Дагестане до 89 тысяч. Полностью закрыто в регионе 151 школа. Общее число учащихся в них составляет свыше 80 тысяч человек. Еще в 31 школе закрыты отдельные классы. На дистанционку в них переведено около 8,5 тысяч детей. В РИО министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева заявила, что обстановка в республике крайне осложнилась. По ее словам, количество вызовов врачей на дом выросло до 200 раз в сутки. Хотелось бы обратиться к населению, что мы предприняли меры ограничительного характера при посещении пациентов в условиях стационара. Это вынужденная мера. Мы знаем, как у нас чтят и посещают пациентов, находящихся на плановом лечении. Но сегодня нам необходимо максимально ограничить, чтобы не занести эту инфекцию в стационар. Поэтому просим относиться к этому как вынужденной мере. Все передачи, которые будут передаваться пациентам, будут доставляться до пациентов. Для этого мы дополнительно привлекли волонтеров. Но посещение все-таки лечебных учреждений немедицинским персоналом ограничено максимально. Надо сказать, что у нас заработал, как мы говорили, колл-центр. Сегодня дополнительно к колл-центру по номеру 122 подключился город Каспийск. Это на базе медицинского колледжа города Каспийска. Также развернуто 6 дополнительных мест для оказания консультативной помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией или для вопросов, возникающих у горожан по поводу коронавирусной инфекции, вакцинации, записи на прием к врачу и плановой госпитализации. На неделе в Ахвахском районе Дагестана был объявлен карантин. Режим жестких ограничительных мероприятий введен с 27 января до 1 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в администрации муниципалитета. Временно приостановлена деятельность торговых точек. Закрытое движение между селами за исключением экстренных служб. Из-за коронавирусных ограничений не состоялась и сессия Народного собрания, запланированная на 27 января. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. В повестку предстоящего заседания было включено 6 вопросов. Несколько законопроектов депутатам предстояло рассмотреть во втором чтении. Следующая дата сессии пока не определена. Тем временем дагестанские врачи, несмотря на сложности, связанные с пандемией, продолжают и обычную свою работу. Так, хирурги Республиканской клинической больницы впервые в Дагестане внедрили современный метод удаления аденомы гипофиза. За помощью к нейрохирургам РКБ имени Вишневского обратился житель Хунзахского района. Мужчина жаловался на головные боли, ухудшение зрения и общую слабость. Все подробности в сюжете о Сельманаповой. При проведении ряда диагностических исследований стало ясно у пациента аденома гипофиза. Опухоль необходимо было оперативно удалять. И нейрохирурги РКБ выбрали для этого самый современный способ лечения патологии – трансназальный эндоскопический метод. Проще говоря, это тот случай, когда удаление новообразования осуществляется через нос, без проведения трепанации черепа. Аденома гипофиза – это очень сложные опухоли, которые растут на основании черепа. Это очень глубоко, и к ним можно подобраться разными путями. Либо транскраниально – это с помощью трепанации черепа, либо через нос. Через нос – это более безопасно для пациента, более комфортно, и это более правильный путь для хирургического удаления данной опухоли. Операция выполнена при помощи специального оборудования, которое называется нейроэндоскоп. Это специальный прибор, который позволяет приблизить опухоль к глазам хирурга. И хирург все четко видит на экране монитора, и мы можем удалить все безопасно и комфортно для пациента. Бригада специалиста по главе с Андреем Лещинским и завидующим отделением нейрохирургии РКБ Шамилем Садиковым избавила пациента от недуга. При помощи современного оборудования врачи с ювелирной точности удалили опухоль. Операция, которая длилась порядка четырех часов, прошла успешно. Пациент чувствует себя хорошо и уже идет на поправку. На сегодняшний день лучше нигде не бывает. Все имеется. Все вообще на высшем уровне. Условия замечательные. Вопросов никаких абсолютно. В Дагестане ежегодно в среднем 30-40 человек нуждаются в подобной операции. До сегодняшнего дня таких пациентов отправляли на лечение в федеральные центры. Многие из них, не имея возможности выехать за пределы региона, так и оставались без хирургического лечения. Теперь высокотехнологичную помощь они смогут получать в Ахачкале. Вообще в регионах мало где проводятся подобные операции. Не только СКФО, но и в других регионах мало где-то делается. Поэтому в основном эти операции проводятся в федеральных центрах, в крупных городах, в крупных больницах. Поэтому мы, соответственно, этих пациентов направляли в такие федеральные центры, где проводятся эти операции. Для проведения хирургических вмешательств на гипофизе, по поводу одного гипофиза, требуется эндоскопическая стойка, требуется микроскоп, требуются микрохирургические инструменты. И плюс к этому навыки нейрохирурга. По словам Шамиля Садикова, за последние два года специалисты РКБ освоили более 15 новых нейрохирургических вмешательств, которые ранее не были доступны жителям региона. И в этом году эта работа будет продолжена. Асель Манапова, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. 872 дня ужаса голода и смерти. 78 лет назад, 27 января, была снята блокада Ленинграда. Город выстоял, но лишился по разным источникам около 2 миллионов жителей. В Дагестане осталось всего 7 ветеранов, очевидцев тех страшных событий. Наш корреспондент Камза Нурмагомедов вместе с волонтерами Победы побывал в гостях у блокадницы. Смотрим сюжет. Как дети, вот как дети, мы единственное, что мы знали, что папа обязательно победит, обязательно победит. И ждали маму, придёт мама с работы или не придёт с работы. Потому что вот этот район очень бомбили. Самые-самые вот бомбёжки были с самолётов. Именно этот район, потому что все заводы были. Галине Ивановне в 42-м году было всего 5 лет. Она вспоминает детальные события тех времён. О том, как объявили о начале войны, как ушёл папа на фронт и как она с двумя сёстрами ежедневно ждала возвращения мамы с работы. Мы до бомбоубежища не успевали доходить, потому что очень часто бомбёжки были. И мы садились на кровать, которая стояла около окна. Открывали окно и сидели вот так. Если снаряд попадёт, мы хоть или нас выбросит, или успеем выйти из окна. В бомбоубежище не могли ходить. Вот этот кувшинчик, вот в этом кувшинчике мама оставляла, нам трое детей оставалось дома, вот в этом кувшинчике нам оставляли еду. Жидкий супец. Вот на троих вот этот кувшинчик. Когда до сентября 1941 года в детский сад ходили, там в этом кувшинчике нам на дом давали, потому что карточки были там. И нам давали вот до сих пор налитый такой жидкий кисель. А потом вот нам оставляли вот этот. И у меня вот есть книжечка, стихи Симонова в блокадном Ленинграде, печатались, работали типографии. Здесь знаменитое стихотворение «Жди меня». Мы сохранили. Это наши религии. Прошло много лет, Галина Ивановна познакомилась с будущим женихом и спутником жизни, который был родом из Дагестана. Они вместе живут вот уже более 55 лет и делятся с молодыми секретами семейного счастья. Это помощь, уважение и взаимопонимание. Когда началась война? Это когда кончилась война. Всего в Дагестане осталось семь ветеранов, очевидцев блокады. В Махачкале проживают шестеро из них. Студенты-волонтёры периодически посещают их. В честь дня снятия осады Ленинграда, общественное движение «Волонтёры Победы». В одном из торговых точек столицы организовали раздачу блокадного хлеба. Люди умирали от голода. 97 процентов, если так скажем. А 125 грамм хлеба сейчас мы раздаём. Это суточная норма была для людей в то время. И в основном там не было муки, а были разные примеси. Но самой муки было очень мало. И хлеб был настолько уже непохожим на хлеб, так скажем. И его раздавали. И на это выживали люди. Тем временем они не теряли рассудок, они сохраняли своё спокойствие. Все ждали победы, так скажем. У меня дедушка воевал. Дважды был ранен. Третий раз получил контузию, уже не смог продолжать войну. Да, я своим детям рассказываю. Бывает так, что хлеб остаётся. Я говорю, дети, ну раньше оставался. Я говорю, дети, не выбрасывайте. Люди в годы войны голодали. Моя дочка тогда ещё маленькая была. Говорит, папа, сейчас войны нет, голода нет. И с этими её словами ничего нельзя было добавить. Население Ленинграда за три года блокада уменьшилась с трёх миллионов до шести ста тысяч человек. Около миллиона человек погибло от голода. По Ленинграду фашистами было выпущено порядка 150 тысяч артерийских снарядов. Город выстоял, а истории героев бережно хранятся потомками. Сталь, золото, серебро. Холодные металлы ожили в руках известного художника Абдулгамида Канаева и легли в эпиграфических композициях на декоративные плакетки. Необычная выставка мастера «Злата Кузнеца» открылась на неделе в Дагестанском музее изобразительных искусств. В чём особенность коллекции узнавала Малика Курбанова. Ей слово. «Бесмиля» – так называется первая персональная выставка, посвящённая юбилею потомственного мастера ювелирных дел из древнего аула Кубачи. И Дагестанский музей ИЗО, по сути, первый, кому повезло представить уникальную коллекцию Абдулгамида Канаева. Символично, что год, который объявлен годом народной культуры и сохранением материального наследия народов России, мы открываем вот такой выставочный проект, которым как раз традиции дагестанской культуры ярко отражаются. Что интересно, помимо традиционных вещей, свойственных кубачинцам – это вот лосечки по металлу для украшения оружия, мы представляем, и вот такое ноу-хау – это то, что он впервые нам представляет, это декоративные плакетки. И хотя само письмо на них, вот каллиграфия, она традиционная, и такие коронические надписи мы видим на кубачинских камнях, и эти надписи существовали, вот именно как декоративные металлические плакетки с такими надписями – это уже такое внедрение самого Абдулгамида Канаева. Стоит отметить, что помимо самих тех плакеток, такую неразрывную связь с ними составляет и их деревянное оформление, которое выполнено Меджином Ахмедовым, грещиком, а эскизы этого оформления разработаны Абдулгамидом Канаевым, и в каких-то случаях ими совместно. Каждая работа – тонкое произведение искусства. В каждой из них автор возносит благодарность и хвалу Всевышнему. Композиция, мастерство исполнения изделий – во всем прослеживается духовность, состояние души и поиск жизненного смысла. Я сестра Абдулгамида Канаева, который сегодня не смог присутствовать здесь. И выставка не случайно называется «Бесмеля». Это то, чему нас учили с самого детства наши родители, наши бабушки, дедушки. И каждый свой шаг соизмерять без «Бесмеля». Помнить о творце, помнить о добре. Декоративные панно выполнены в сложной и практически неиспользуемой сегодня технике насечки золотом и серебром повороненной стали. Канаев совершенствует свое умение и по опыту старых кубачинских слотокузнецов обогащает и усложняет работу нанесением поверх насечки гравированного орнамента. Такой стиль придает работам особый почерк. В этот день в адрес юбиляра звучало много теплых слов и пожеланий творческого долголетия. Каждый из вас удивлен увидением сегодня творчеством Адулгамида вместе от Канаева и Меджидом. Меджид, видимо, выполнял вот это оформление работ, которые у нас есть на стенах. А мастерство традиционное я видел в многих работах, в том числе в прошлом столетии. Должен сказать, что Адулгамида Канаев владеет совершенствием. Просто ищешь, но не можешь там найти никакого изъяна. Просто радуется душа от того, что так овладел мастерство и мастерством. Среди множества работ отдельное место отведено историей знакомства с искусством предков. И, как говорят в Кубачи, днем рождения считается не тот день, когда ты родился, а тот, когда сел рядом с мастером. Тогда еще маленький Абдулгамид прислушивался к десяткам, сотням ударов ювелирного молотка своего дедушки Гаджима Мыканаева, которым сегодня работает уже известный ювелир Абдулгамид. А рядом единственная сохранившаяся работа деда – железная рамка для фотографии, украшенная насечкой золотом. Выставка проходит в Дагестанском музее изобразительных искусств и продлится до 13 марта. Малика Курбанова, Нурмагомед Нурмагомедов, Новости ННТ, Махачкала. Это все, что было самое заметное на этой неделе. Оставайтесь с нами, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин